я всех приветствую меня зовут буторин алексей и как всегда по четвергам фитнес и продукции компания power matrix на защите нашего здоровья немножечко поменяем чуть формат наших практикумов лекций и у меня есть для вас много информации новой одна из самых интересных информации конечно же и для меня и я думаю для компании можете использовать очень хорошо в своем бизнесе мы открываем свою школу фитнеса империю вот и на сегодняшний день начинается у нас деятельность в екатеринбурге я работаю в екатеринбурге у меня уже много так сказать учеников появляется которые хотят но и проходит уже обучение локальное вот что может быть интересное для вас в этом формате первое вы можете также организовывать некие такие так сказать обучающие курсы в своем регионе и это способ работать с фитнес тренерами с фитнес клубами организовывать обучающие курсы приглашать меня и мы будем проводить обучение именно инструкторов тренажерного зала те кто начинает те кто хочет получить сертификат у нас есть свои сертификаты мы их сделали ближайшее время я покажу вот мы приезжаем ваш регион ваш город и проводим обучение именно по фитнесу с профессиональной точки зрения потому что опыт проведения семинаров у меня порядка четырех с половиной скоро пять лет уже будет поэтому опыт прекрасный знание хорошие и направление это очень сильно развивается и на сегодняшний день самом деле нехватка профессиональных тренеров в квалифицированных тренеров хотя очень много спортсменов которые хотят стать тренерами и начинают свои как бы опыт перекладывать на клиентов но не всегда это хорошо получается поэтому обучая именно именно фитнес тренера как работать с клиентами поэтому пожалуйста один из видов направления можно для этого бизнеса да уже взять так свои руки потом мы продолжаем если говорить об этом продолжаем говорить о сотрудничестве с фитнес клубами очень много вопросов возникало у меня и тогда и тогда сейчас пока как-то все это по утихло не знают дистрибьюторы как работать с фитнес клубом я постарался сформировать некую такую методику причем все по пунктам чтобы было вам понятно с кем и как работать кому там интересно конечно дистрибьютором это будет интересно но наш канал смотрят не только дистрибьютор ну что если и тренеры которые начинают тоже смотреть канал и я также видео выкладываю себя на страничке вконтакте тренер это тоже все смотрят наблюдают поэтому может для многих тренеров это тоже будет интересно пожалуйста как механизм сотрудничества в этой сфере у нас есть смотрите вот такие штуки флайеры недавно выпустил компании power matrix видно хорошо здесь все подробно написано что спорт является мощным фактором влияющим на биологическую социальную природу человека все равно здесь написано matrix salute matrix реликтум ангел селен очень такой красочный флайер здесь значит легче просыпаться энергия выше отдача на тренировках спортивные результаты восстановления но картинки такие прекрасные все здесь есть даже на место где вы можете оставить свои индивидуальные данные и передать этот флайер потенциальному дистрибьютору но этот флайер сам по себе он может сработать ненамного но вы должны помогать друг другу флайер должен помогать вам а вы должны помогать ему надо четко объяснить человеку зачем этот флайер и в какой степени и какой аппарат как работает и вот на ближайшие три семинара практику мы пройдемся по всем тем продуктам которые находятся в описании вот в этом флайере именно для людей которые занимаются спортом и на что вы можете обратить больше внимания да и так сказать как вы можете людям помочь в этом направлении а начнем мы с вами с неких таких параметров да как работать в этой сфере первый пункт будем по пунктам что вообще было все как бы как в школе вот первый прийти фитнес-клуб на гостевой визит или на пробную тренировку или там не знаю гостевой гостевое посещение все что угодно в разных фитнес клубов есть разовое посещение первое посетить фитнес-клуб начинайте работать фитнес-клубом ближайший фитнес-клуб который находится возле вашего дома или фитнес-клуб который вы выбрали по каким-то другим параметрам он находится недалеко от вашей работы или вам нравится в этом фитнес-клубе или вы там уже может быть занимались или вас ходят до знакомые выбирайте тот фитнес-клуб где вам было бы комфортно вот это очень важно потому что если вы там дискомфорте да еще потом пытаетесь там что-то работать получается некая такая ерунда поэтому первое самое это выбрать правильно фитнес-клуб чтобы там было вам удобно и комфортно второй пункт пройти по всем направлениям направление ну понятно напоминаешь там женщина средних лет или старших лет да сложно пройти там на единоборство на там какой-нибудь кроссфит и там еще что-нибудь вот но вы это можете увидеть со стороны посмотреть как со стороны люди тренируются кто тренируется кто там тренер вот надо вам узнать вообще какие направления из фитнес-клуба йоги пилатес там колонетик аэробика танцевальная аэробика йога флай там единоборство бассейн плавание до аква аэробика написать делать для себя список список всех направлений которые есть фитнес клубе это делается очень просто берется расписание которое в основном находится на рецепции вы подходите на рецепцию администратором и администратор вам либо сам дает либо можно посмотреть либо можно посмотреть даже на сайте этого фитнес-клуба какие есть направления выписать для себя не просто выписать да а с описанием потому что там не пишется направление всегда внизу описано написано описание этого направления что там задействовано для кого этот вид занятий зачем он вообще существует и как он работает дальше что продолжаем наши пункты пообщаться с клиентами клуба на тему кто самый лучший тренер тренер и звездочку рисуем такой акцент на тренере нам надо найти самых активных самых уважаемых самых таких веселых задорных те которым все говорят как то сделать вы начинаете общаться с клиентами клуба там легко очень сильно подружиться вообще проще простого если вы пришли на какое-то там групповое занятие да там пилот или еще что начинайте общаться потом возвращаетесь в раздевалку начинаете делиться впечатлениями какая классная тренировка ли она не очень и вы начинаете людей спрашивать а вот я первый раз пришел или пришла не могли мне посоветовать какой-то там хорошее направление прям чтобы вот мне надо вот то 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 и все вам сразу же клиент скажут там это самое простое клиенты сразу нет вот сходи туда ты сходи сюда вот это самый лучший тренер вот это надо к нему идти к этому идти не надо но что самое интересное не надо слушать одного клиента надо послушать многих течение дня выберите себе день до прийти там с утра или ближе к вечеру потому что большое количество людей в основном либо с утра либо вечером но утром не так много направлений работает да может там один два каких-нибудь таких легких направлений типа пилатес или еще что ну какой может еще единоборств а в основном конечно это вечером пик нагрузки очень много людей со всеми можно посмотреть кто клиент этого фитнес-клуба что за клиенты какие стоят автомобили возле фитнес-центра да вы можете уже определить свою категорию граждан мы же смотрите с вами как идем наша с вами сейчас цель не клиенты клуба чтобы вы пришли в клуб и начали клиентам клуба продавать свою продукцию если клиент приходит в клуб он ребенок он доверяет себя тренеру он не готов принимать решение фитнес-клубе поэтому это заблуждение это делать неправильно если вы в самом фитнес-клубе начнете рекомендовать продукцию power matrix клиентам клуба они не готовы принимать решения они не в этой роли сейчас находятся они находятся в роли учеников в роли тех кому тренер говорит что делать что пить что есть какой вести образ жизни понимаете в чем дело поэтому вам надо ваша цель это не клиенты клуба а ваша цель это тренеры тренеры которые работают в этом клубе и самый лучший тренер самый авторитетные тренеры которому прислушивается каждый клиент но практически каждый вот что важно для вас а соответственно клиентская база этого тренера это клиенты которые приезжают это все взаимосвязано поэтому вы смотрите кто эти люди где они работают чем они занимаются можно познакомиться можно вообще самый лучший вариант если вы купите не одно посещение до сегодняшний а возьмете там ну какой-нибудь пробный не знаю вариантом на нами на месяц или еще что-нибудь до что неделю походить сейчас понимаете сейчас в сфере фитнес индустрии некое такое затишье и клубы идут навстречу клиентам организуют различные мероприятия различные праздники различные акции сейчас каждый уважающий себя клуб запускает проекты к новому году да хотя до нового года осталось там буквально месяц но вот сейчас как раз активизирует все проекты чтобы за месяц человек например похудел и его на например на праздники нового года но новый год сделали корпоративный такой праздник мероприятий в этом фитнес-клубе и на этом празднике начинают поздравлять участников проекта и те кто в этом проекте победил вот вот что вам важно что где где с большое скопление людей где массовка где люди видят как это все работает но пойдем по пунктам не будем забегать вперед мы значит с вами увидели этого тренера узнали кто один из самых лучших кто хорошо работает кто активен кого больше всего например тренажерный зал у кого больше всего персональных тренировок в тренажерном зале вот то нам нужно дальше что найти контакт с тренером 4 контакт перед тренер надо нам найти контакт с этим тренером для чего для того чтобы лично с ним познакомиться для того чтобы узнать как он тренирует какие у него методики тренировок какие у него успехи какие успехи у его подопечных до каких может быть что ему не хватает для стопроцентного успеха причем я вам рекомендую не злоупотреблять например с тренажерщиками потому что для тренажерщиков спортивное питание да вот дополнительные добавки биологически активные они точно также являются биологически активными добавками это спорт пит это белково-углеводные коктейли эти порошки аминокислоты бца вот это все направление глютамины креатины это я не говорю что это плохо или хорошо она для этой некий инструмент для тренеров тренажерного зала достижение результатов своих клиентов это так и работает но вот в групповых программах а практически люди это не используют это я по собственному опыту когда я работаю в фитнес индустрии я могу точно сказать что люди которые занимаются групповыми направлениями клиенты они практически не используют или в минимальном количестве используют спортивное питание в основном это какие-то больше жиросжигающих напитки и по элькарнитина и затоники различные и там еще что то вот здесь вот мы соотносим раз как раз когда будем говорить о продукции как раз акцентируем на этом внимание хорошее вот поэтому ну конечно есть с тренажерщиками можно работать тренерами которые будут в тренажерном зале но с ними будет просто посложнее посложнее но также можно работать конечно больше если работает он в тренажерном зале этот тренер и заниматься например реабилитации ли и восстановление например у него есть клиенты гипертоники гипотоники у которых есть и какие-то травмы спортивные либо просто в быту какие-то заработаны поэтому вот вот это ваш тогда тренер и поработать с ним пообщаться какой он в общении что для него важно и выбирать себе тренера не тот который зациклен на идеи вообще фитнеса потому что они для них не это важно для них важно дать они очень плохие продавцы а вам надо найти тренера который хороший продавец который очень хорошо умеет продавать он продает и спортпит он продает и свои тренировки он продает и дополнительно какой-нибудь там функциональное питание и дополнительные услуги и все что угодно вот вам надо искать вот этих тренеров и находить с ними контакт ему не важно что продавать он ему нужны деньги либо он снимает жилье до либо он молодой тренер хочет организовать уже семью да ему нужны деньги для того чтобы заработать на квартиру или там на машину или для многих тренеров очень важно носить модную и какую-то такую крутую одежду брендовую вот на это можно обратить внимание не хотят заработать деньги чтобы у них были деньги и поэтому они не особо заморачиваются на чем эти деньги заработать вам надо вам остается только дать им эту возможность дать эту возможность чтобы деньги дополнительно заработать вот и все плюс это продукция еще работает поэтому ну вот вы двух зайцев убивает поехали дальше этому уже четыре пункта пятый пункт предложить ему заработать деньги предложение предложение два способа продавать своим клиентам продукцию до парматрикс соответственно его клиенты будут более быстро более качественно достигать своих результатов они потому что будут лучше восстанавливаться ну подробно мы о продукции будем разговаривать какая продукция чего ведет вот соответственно опять же возвращаемся к этим проектам да если проект больше идет на жиросжигание то есть продукции которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта улучшает метаболизм улучшает восстановление тканей плюс еще восстанавливать до соединительную ткань которая позволяет работать более интенсивно более качественно соответственно идет процесс жиросжигания гораздо быстрее и второе вы можете просто да вы же это вас бежен бизнес вы вкладывать вам надо раскрутиться вы можете еще вторым способом участвовать неким спонсором вот в награждении этих клиентов вот смотрите вы приходите в клуб начинаете заниматься знаете что там есть практически в каждом фитнес клубе есть такое направление есть такой проект к новому году вы подходите к руководителю директору либо главный там менеджер по продажам да в этом фитнес клубе и предлагаете сказать я готова своим своей продукции поделиться с победителями этого конкурса и все там очень много спонсоров разных фитнес клубов в разных фитнес клубах много спонсоров принимает участие в награждении победителей и чем элитный фитнес клуб тем больше этих спонсоров в новый год и там выходят понимаете там первое место за похудение там участие в конкурсе там приготовь там сушка на просушку там тушка на просушку еще что-нибудь там сейчас столько столько всего да побеждает вот такой иванов иван иванов и ему вручается почетная грамота значит там какие-нибудь дополнительные выгоды например там клубная карта еще на полгода да и такой пакетик в котором вкладывают подарки свои спонсоры это может быть там какие-нибудь турагентства это может быть сертификаты в каких-то магазинах ювелирных да это могут быть какие-то сертификаты в каких-то сферах услуг там допустим не знают салоны красоты там еще что-нибудь косметические клиники вот и здесь вы вы точно также представитель компании power matrix вручайте в модном хорошем пакете набор из тех продуктов которые помогут ему в дальнейшем развиваться приготовить приготовили речь и сказали год молодец поздравляю прекрасный результат стремитесь дальше и вот чтобы в помощь вам достижение новых высот представляем продукцию компании power matrix вы даете рекламу вы участвуете люди видят народ уже начинает это использовать в следующем году и вас уже начинает спрашивать а что это за продукция а что это так вы садитесь уже за стол когда поздравления прошли на этом на корпоративе и вас начинает оп какая прекрасная что за продукция вы начинаете произвольную презентацию который не который не надо собирать людей они уже есть у вас вот они сидят напротив вашего стола за столом за вашим напротив вас смысле все уже общение начинается уже тут зависит уже от вас насколько вы можете хорошо рассказать об этой продукции насколько вы умеете ее продавать насколько развит ваш речевой аппарат и насколько вы верите в эту продукцию только искренняя вера в продукт может передать этот импульс желание и пользование да если вы просто пытаетесь впарить продукт какой-то который сами никогда не пробовали ничего не получится люди интуитивно чувствуют обман а если вы пользовались и знали знаете как вы достигли результатов до или ваши клиенты уже достигли результаты только тогда вы можете это честно рассказать но я хочу многих оградить от того когда происходит навязчивость начинает да вот вы разве не слушали начинает прослушать и когда идет награждение победителей суть это награждение победителей а не послушать вас и вашей продукции поэтому будьте так тактичны будьте а не многословны но выберите именно те слова короткие которые будут зацеплять душу будут зацеплять тех людей которые будут вас слушать надо сказать всего два три слова тогда вы получите не утомление уважение когда народ сидит уже там минут пять и вы рассказываете какая прекрасная продукция power matrix и народ уже сидит и начинает зевать да сколько можно слушать а когда вы сказали коротко ясно и энергично да когда вы зарядили людей этой энергией то конечно они потом вам подойдут к что что я что-то не расслышал я я слышал что то такое классное мощное но я не совсем понял вам надо зацепить это крючок и все потом начинайте с людьми работать не надо много говорить не надо у людей внимание на себя слишком сильно забирать наоборот поздравить восхититься этими людьми что они достигли таких результатов они достойны этой продукции они достойны не всем подряд ее раздавать а только этим людям можно позволить себе пользоваться такой продукции только этим те которые сильные духом те которые мощные те которые хотят быть первыми как вы как дистрибьютор этой компании поэтому это очень важно дальше поехали шестое продолжаем еще один способ как заработать деньги когда вы начинаете с этими людьми работать нет не столько с дистрибьютором сколько не столько с клиентами а сколько с тренерами да еще способ вот этот формирование предложить некий такой вариант обучения если есть новые тренеры которые плохо могут ну им тяжело войти в рабочий режим да они спотыкаются у них плохо набираются клиенты они не могут раскрутиться зале многие бросают работу тренеры которые не могут раскрутиться не могут набрать клиентов и они думают что эта профессия не для них и но этот зал не для них и они пытаются искать работу в новом зале где то еще что то там начинает как-то пытаться это сделать вот вот здесь вот вариант такой когда вы начинаете уже дальше работать в этой сфере и и узнаете тренеров и можете уже предложить такой вариант или вы давно уже сфере фитнес работ или у вас знакомые да является либо руководителями фитнес клубом либо его вообще является владельцем либо у вас есть знакомые менеджеры вы точно так же говорите что можно организовать обучение человек опытный который уже проводил делайте ссылку на нас все мы делаем всю остальную работу вы можете на этом заработать сколько это зависит от региона нам надо будет промониторить сколько цены обучения в этом регионе кто обучает какая там работает компания по обучению кто вообще там чему обучает и уже с этими целевыми своими форматами туда заходим вот может быть там и будем продвигаться дальше и вообще заходим будем захватывать все регионы поэтому это еще один способ для зарабатывания конечно вы имеете процент с тех мероприятий которые будут организованы благодаря вам дальше поехали шестое управленческий аппарат что это значит вам надо работать не столько даже с обычными тренерами а лучше всего выходить на менеджеров работать с менеджерами менеджер тренажерного зала менеджер зала групповых программ познакомиться с ним в основном они точно также ведут групповые тренировки если ты менеджер групповых программ и либо тринировки в тренажерном зале toso на Менеджер в основном это человек, который является авторитетом среди даже тренерского состава, что в зале групповых программ, что в зале единоборств, что в бассейне, что в тренажерном зале, это всегда люди более авторитетные, более организованные, более, так сказать, уверенные в себе. Но тут проблема в другом. Они могут ссылаться всегда на нехватку времени, на нехватку нежелания вообще работать с такой компанией, сетевые, потому что не очень любят сетевые в сфере фитнеса, потому что на сегодняшний день до сих пор фитнес не научился работать с сетевыми компаниями. Сколько я работал в фитнес-клубах и в баре, начинал с бара, сколько приходили ко мне из разных компаний, ничего не получается. Всегда только получается, когда сам тренер говорит своему клиенту, что ему надо пить и есть. Вот тогда все идет нормально. Надо работать не с фитнес-клубом, надо работать с конкретным человеком, с тренером, который говорит своему клиенту, что надо употреблять, чтобы достичь тех результатов, которые он его к этому, так сказать, ведет. Поэтому, конечно, лучше работать с тренером и показать менеджерам-тренерам вот эту вот возможность заработать самому как тренеру, потому что он точно так же ведет тренировки, точно так же ему важен результат. Если его клиенты будут более, так сказать, успешны в этих результатах, то его авторитет в коллективе еще больше растет. Как менеджеру тренажерного зала завоевать вот этот авторитет? Проходят вот эти вот мероприятия, да, о которых я вам говорил. К Новому году готовятся люди, там худеют, кто больше похудеет, тот выиграет. Но помимо того, что награждают самого победителя, точно так же награждают тренера, который привел этого победителя к первому месту. Поэтому, если у этого тренера, например, все первые три места заняты его клиентами, то, конечно, он самый успешный. Он завоевает авторитет, и на этом мероприятии люди смотрят, блин, мы не участвовали в этом мероприятии, да, в этом, так сказать, конкурсе, а могли бы, я хожу к другому тренеру, а могла бы к нему, и могла бы достигнуть тех результатов, которые достигли эти ребята. Поэтому, помогите тренеру и скажите, что вот с этими продуктами, особенно если там, объясняю тонкости, потому что в тренажерном зале, в тренажерном зале они используют свои продукты питания, так сказать, из спортпита. А вы, таким образом, можете больше работать с людьми из групповых направлений. Это бассейн, это единоборство, это зал групповых программ, аэробика, степ-аэробика, какая-то функциональная тренировка. Вот кто ваши тренеры. Вы им можете помочь, чтобы достигли... Всегда есть негласный конфликт или некое соревнование между тренажерщиками и групповиками. Все время есть некий такой соревновательный момент, когда они пытаются, так сказать, победить вот в этих направлениях. Да, либо кто на первом месте стоит при похудении, да, на педестале. Либо это клиент тренера тренажерного зала, либо это клиент тренера групповых программ. Поэтому вот в таком варианте можно, конечно, поработать больше, наверное, с тренерами групповых программ. Дальше поехали. И почему еще менеджеры групповых программ? Да потому что вы через них можете дать им понять, что обучение, например, нужно для тренажерного... Для их направления. Например, обучение для групповиков или обучение для тренажерного зала. А сделать это очень просто. Либо всегда в фитнес-клубах, там раз в год или раз в полгода проходит аттестация. Если это нормальный фитнес-клуб. Если там нет этой аттестации, да, то можно предложить им эту аттестацию провести. И на основании этой аттестации уже понимать, работать с тренерами, обучать их чему-то или нет. Без аттестации невозможно, ну, человеку сказать, хороший профессиональный, так сказать, уровень коллектива фитнес-клуба. Либо он довольно низкий. Поэтому поработать, пообщаться именно с менеджером. И менеджеры, они, видите какие, они же люди, вот, либо тренажерного зала, либо зала групповых программ. Либо даже вообще фитнес-директор. Иногда фитнес-директор, который руководит всеми направлениями в фитнес-клубе, он тоже иногда ведет какие-то тренировки. Может, групповые, может, он в тренажерном зале. Они очень любят заниматься бизнесом. Они очень такие, любят, когда с ними общаются, и у них советуются, да, с ними советуются. И вы посоветуете, вот, скажите, есть такой вариант бизнеса. Я хочу посоветоваться с вами. Можем мы сотрудничать вот в этом плане. В этом плане. В каком плане? Вот, первое, это есть такая продукция. И надо делать им подарок, да. Вот я хочу подарить победителям на этом мероприятии несколько вот таких вот бутылочек разного направления. Вот, а в дальнейшем, например, участвовать, применять эту продукцию во всех этих проектах. Ну, к примеру, да, начинается проект похудения. Вы приходите, говорите тренеру, или там, фитнес-консультанту, или фитнес-директору даже лучше всего. Вот этот человек занимается, худеет с помощью дополнительной продукции, да, PowerMatrix, а остальная группа занимается без PowerMatrix. Это риск. Поэтому вы должны сначала понять, какому тренеру предлагать. И предложить это фитнес-директору, чтобы он предложил, ну, реально заданному, так сказать, тренеру, которого, ну, в основном клиенты побеждают. И предложить использовать вот этот продукт клиентам этого тренера. Клиент побеждает, или достигает хороших результатов, хотя бы в призовых местах находится. Да, соответственно, что у вас прошло некое исследование. Этот продукт реально помогает в похудении, или реально помогает в соревнованиях, там, какие-нибудь там, пожать, жимштанги лежа сделать, да, или подтянуться 20 раз, или там еще что-нибудь. Вот тогда у вас подкрепление не просто информации, не просто подарок, а подкреплен результатом. Тогда вам это не какая-нибудь вода необычная, а сразу понятно, что продукт работает. Это было укрепление. И акцентировать на это то, что работал тренер правильно, и правильно использовал этот продукт. Тогда результат есть. Вот, вот на что надо внимание обратить. Это у нас управление, управленческий аппарат. Работать с менеджерами, или даже с фитнес-директором. И дальше что? Еще один пункт, седьмой. Один из важных. Купить абонемент. Вам надо обязательно приобрести в этот клуб абонемент. Потому что, если вы пришли набегом, и говорите, что вы вот сейчас их научите зарабатывать деньги, то навряд ли это получится, купив одно посещение. Там люди такие, они очень интуитивные, и люди творческие. И также бизнес очень хорошо понимает и развивается, особенно фитнес-менеджеры. Потому что эта среда, она такая стала очень конкурентная. И они ищут много способов, чтобы быть на вершине. Чтобы к ним больше клиентов шло. Поэтому они проходят различные обучения по продажам. Точно так же, как в сетевых компаниях. К ним приезжают специалисты по продажам, учат их продавать. Они все эти скрипты знают, они все это умеют, они все это понимают. То, что вы им предлагаете. Они могут уловить только выгоду и понимание всех остальных вещей. Поэтому, что вам нужно сделать? Вам надо купить клубную карту. Когда вы покупаете клубную карту, человек видит, что у вас есть деньги. И вы можете их потратить на фитнес. Почему еще на фитнес? Вы высокоорганизованный человек, потому что вы говорите, у меня масса, куча времени, мало времени, я ничего не успеваю. Мне надо туда, мне надо сюда, мне надо организовать семинар, мне надо организовать встречу с дистрибьюторами, мне надо съездить в склад, купить продукцию, привезти сюда. Конечно, конечно, но у вас не хватает времени на себя, на фитнес. Зачем приходить в фитнес и рекомендовать мне что-то здесь делать? Я, как тренер, не вижу в вас партнера. Но когда вы понимаете, что вы без фитнеса не можете, и приходите ко мне и говорите это, я вот решила фитнес, просто я еще дополнительно, вот этим, этим, занимаюсь бизнесом таким вот, и хочу, чтобы вы были моим партнером, чтобы зарабатывать деньги вместе, и дать возможность ему деньги заработать, дополнительные. Они никогда не отказываются от дополнительной заработки. И чем выше вы придете, тем вам будет проще управлять этими процессами в этом клубе. Вам надо выходить на этих людей. Но если вы будете в этом фитнес-клубе заниматься, это очень хорошо, это гораздо выгоднее, гораздо тверже, чем если бы вы не купили этот абонемент в фитнес-клубе. Поэтому вы можете что сделать? Возвращаясь к первому пункту. Посетить фитнес-клуб. Сделать разовое посещение в этом фитнес-клубе. Прошли, посмотрели. По отзывам почитали, там, да, на флампе, там еще где-нибудь. Что это за фитнес-клуб? Какие там тренеры? Что о нем пишут? Тяжело ли, плохо ли? Если в фитнес-клуб прекрасные отзывы замечательные, то этому клубу ничего не надо. Они так деньги зарабатывают, у них все прекрасно. Они не находятся в поиске, им дополнительный заработок не нужен. У них так все хорошо, все шоколадно. Поэтому вы им будете дополнительно предлагать какие-то зарабатывания денег. Они просто поймут, что деньги нужны вам, а не им. И они вам просто вежливо откажут. А если фитнес-клуб с какими-то проблемами, неважно, вы их не сможете решить, может быть, даже, да? А может быть, и решите с помощью каких-то инновационных своих идей, технологий, которые будете применять в этом фитнес-клубе. И будете с ними контактировать. Потому что менеджер будет всегда искать варианты зарабатывания денег для этого клуба. Может, они включат это в свой вообще бизнес-план в этом клубе. Дополнительно через, например, фитнес-консультанты или через управленческий аппарат фитнес-директора дополнительно включат вот некие такие услуги, да? Победителям подарок. Или, например, вы можете договориться с фитнес-менеджерами, которые продают карты. Кто приобретает карту на год в подарок вот этот продукт и будут вкладывать сумму вот этого продукта в сумму оплаты годовой карты. Или это будут наборы с каких-то продуктов. Пожалуйста. Но тогда вы начинаете сотрудничать. Тогда бизнес взаимовыгоден. Только когда в фитнес-клубе бизнес взаимовыгодный, только тогда начинают они работать. Опять же, возвращаемся, это мое субъективное мнение. Я вам не обещаю, что так все будет, но я вам говорю именно то, что вам могут ответить. И я вас хочу предупредить, что не будет все так просто. Вы не найдете первый же попавшийся клуб, который шикарный, и у вас там разовьется бизнес. Что вам первый же тренер ответит согласием на ваше предложение. Это как во всем сетевом маркетинге. Это в любом случае надо искать своих людей. Пройти 10-20 человек, 10-й или 11-й, или 21-й скажет вам да. И лучше это будет он, чем предыдущие несколько, которые не хотят, вроде бы взялись за это дело. Поэтому вот такой вариант. Он очень удобный, очень полезный. И в принципе, это выход на фитнес. Выход на фитнес-клубы. Так что, вот вам реальная методика, которая может сработать. Пожалуйста. Надо вздрогнуть, надо свой бизнес немножечко раскачать, немножко посмотреть другие направления, не надо мыслить однообразно, не надо мыслить плоско. Раскрывайте 3D-формат своего мышления. Ищите новые способы. Фитнес это вполне возможно заработать там деньги. Особенно сейчас, видите, фитнес-индустрии, клубы работают таким образом, что они не берут, в принципе, на работу тренера. Они предлагают тренеру, как индивидуальному предпринимателю, работать в этом клубе. Просто я, как тренер, плачу этому клубу деньги и там работаю. Но работаю, как, например, ИП. Я регистрируюсь, как индивидуальный предприниматель и работаю в этом клубе. Я отдаю клубу какую-нибудь абстрактную сумму, ну, в размере, там, 10, например, тысяч. Я фантазирую сейчас, я не знаю, сколько. И мне начинают работать на себя. И все клиенты, которые приходят, они платят деньги мне, не клубу, а мне, за персональные тренировки. Поэтому тренеру в этом формате предлагать дополнительный бизнес, это самый лучший вариант. Потому что, если фитнес-клуб работает, когда тренера берет на работу, то тренер там не очень сильно мотивирован. он получает свою зарплату, этого ему вполне достаточно, и он дополнительный заработок, он даже об этом не думает. Вот те клубы, где вот этот формат работы, о котором я рассказал предыдущий, когда сам тренер индивидуальный предприниматель, то он в деньгах заинтересован. И он, возможно, подключится к вашему, так сказать, партнерству. Вот ищите такие клубы, таких тренеров. Это очень важно. Дальше, что еще? Еще один момент. На этом сейчас немножечко закончим. И потом будем рассказывать больше продукта. Не успели про продукт. Следующие два практикума мы расскажем именно про продукт. А сейчас еще такая новость. Я вам предлагаю писать либо мне в контакт, попрошу Игоря Витальевича, чтобы Олега Витальевича, чтобы он написал под видео ссылки на странички ВКонтакте, мою группу, чтобы вы писали отзывы. Что за отзывы? Отзывы о применении продукции и физической культуры. Ваш собственный опыт. Или опыт ваших клиентов, ваших дистрибьюторов, ваших родственников. Именно опыты, связанные с применением продукции и физической культуры. Потому что я работаю, например, с компанией сотрудничаем уже больше года. И было много вебинаров, где я рассказывал о упражнениях и даже были программы тренировок. Можете их пересмотреть, еще что-нибудь попробовать. Вот эти вебинары, они есть на нашем канале. Они все сохраняются. И писать свои отзывы. Либо мне в ВКонтакте сообщением, либо в группе PowerMatrix. Либо вы можете свои отзывы, свой опыт написать в комментариях под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Мы эти комментарии, этот опыт соберем, аккумулируем, найдем некий такой порядок, определенный, разобьем это все по сегментам, с какими продукциями, с какой функциональной системой. Это сердечно-сосудистая, нервная система, эндокринная система, мочеполовой аппарат. Все, что это. Разобьем по этим всем параметрам и найдем некую систему, поработаем с врачами, с экспертами компаний. И будем разрабатывать механизмы применения продукции именно вот этой, уже именно в спорте, или в фитнесе, или оздоровительных технологиях. В общем, мы готовы принять все и работать с этой информацией. Она будет информацией, это очень полезно и для вас. Мы будем, сделаем некий такой семинар, не семинар, а тоже такой вот семинар-практикум, где мы будем рассказывать и объяснять применение этих продуктов с помощью различных методик применения, с помощью методик оздоровительной физической культуры, рациональной гимнастики или еще что-то. И будем находить смысл применения этих препаратов. И какую-то попробуем разработать систему применения, чтобы люди уже в будущем не опытным путем, путем тыка, находили способ, результаты, а уже была четкая методика применения продукции и какие упражнения и в каком режиме и что надо как выполнять. Вот это вот очень важно. Чтобы были конкретные рекомендации. И вы сталкиваетесь с этой проблемой, у вас есть конкретные рекомендации по применению продукта и какие упражнения надо выполнять. Все. Мне кажется, это прекрасный вариант, прекрасная новость. Тогда у нас будет общение, тогда у нас будет интерактив какой-то, чтобы я говорил не впустую. Поэтому будьте активны, будьте активны, пишите, нам все это интересно, нам интересно, для чего мы работаем, для чего мы это все рассказываем. Это очень важно и для нас, и, конечно же, для вас. Это ваши аргументы, ваш способ зарабатывания денег. А на сегодня я с вами прощаюсь, и следующий наш выпуск будет посвящен уже применению продукции, мы расскажем о салютами, матрикс-салютами, матрикс-реликтум. А какие плюсы, какие минусы, ну, минусов, конечно же, нет у нас, не может быть минусов никаких. А какие плюсы, на что обращать внимание при тренировках и использовании этих продуктов, как они могут помочь в тренировках, именно для тренеров, именно для клиентов клуба. Чтобы разговаривать с тренером, вам надо разговаривать с тренером на их языке, чтобы он вас понимал. И, соответственно, у него появлялось к вам уважение и понимание, что вы разговариваете на одном языке. Тогда он будет вырабатываться к вам доверие. Это главный, так сказать, инструмент вашей работы с ними. Если будет доверие, то они будут вас слушать и применять эту продукцию. Ну, до следующего, через две недели, четверга. Спасибо большое. До новых встреч.